Продолжить «Очень страшное кино» студийные боссы решили сразу после премьеры первого «Очень страшного кино», так как первая часть имела оглушительный успех уже на премьере. Поначалу братья Уайнсы отказались делать вторую часть, но увидев сумму, которую им предлагает студия за фильм, они согласились. Однако в продолжение «Очень страшного кино» номинировалась как самая несмешная комедия на антипремию «Стинкер Аворд». Провал фильма братья Уайнсы списывают на то, что студия захотела, чтобы вторая часть вышла максимально быстро после первой, и времени на шутки, съемки и прочее было крайне мало. Вторая часть пародирует фильмы «Изгоняющий дьявола» 73-го, «Чувак где моя тачка» 2000-го, «Ангелы Чарли», «Полтергейст» 82-го, фильм «Невидимка» 2000-го, «Ганнибал» 2001-го. И про все эти фильмы я делал ролики на канале, ссылки будут в описании. Ты меня слышишь? Я ничего не чувствую. На-на, почувствуй, почувствуй. Попал, еще можно? А сцена гонок на инвалидных колясках – это пародия на гонку из фильма «Миссия невыполнима 2». А на первом часу фраза про мозги и наркотики – это отсылка к популярной рекламе. На 39-й минуте сцена «Ваша жена» и смена Тео на Рея – это пародия на фильм «Что скрывает ложь» 2000-го года. А также удаленная сцена, где Синди пытается выбраться из ванной – это тоже пародия, на что скрывает ложь. По словам Джеймса Вудса, фразу «Ну нахер!» Придумал именно он. А изначально в сценарии было написано, что второй святой отец говорит ему «Не спрашивайте у демона слишком много вопросов, потому что у него плохо пахнет изо рта». Также Джеймс Вудс согласился на роль, потому что ему предложили очень большую сумму за его очень маленькую роль. А на 55-й минуте попугай делает отсылку на шоу «Слабое звено». В дубляшке почему-то на эту отсылку насрали. Хотя у нас была локализированная версия ТВ-шоу «Слабое звено», которое шло по первому каналу. И все бы поняли и отсылку, и прикол. Вы – самое слабое звено. Прощайте. You are the weakest link. Goodbye. Удаленных и расширенных сцен в «Очень страшном кино» было аж примерно на 1 час. Про некоторые из них я упоминал в ролике, что стало с актерами «Очень страшного кино 2», ссылка есть в описании. А тут далее расскажу про альтернативные концовки, которых из дикт было аж 3. Ах, здесь было зло, аж тро. В первой концовке оказывается, что выжила только Синди. Дитя мое, ты жива. Кроме тебя все мертвы. Далее появляется святой отец, пукает и говорит, что ему вновь надо осветить дом и идет в туалет. Я отвечу дом. Во второй концовке то же самое, что в первой, но в конце на Синди сбрасывает бомбу кошка. Третья удаленная концовка – это расширенная театральная концовка. Там Бадди говорит, что хочет быть с Синди больше, чем друзьями и заниматься сэмом. А Сидни говорит, что это как-то звучит по-пидорски. Целоваться, заниматься любовью. Пахнет голубизной, Бадди. Но если ты парень, наверное, это нормально. Далее появляется Хэнсон и говорит, что это он убил Хьюи Кейна и ее любовницу, так как Хьюи не ценил свою любовницу, а Хэнсона она отвергла. Я убил Хьюи Кейна и его любовницу. Обоих? Я что, не ясно сказал? Переводчик Гранкин по прозвищу Киллер вместо Миллер также перевел и вторую часть очень страшного кино. Но в его переводе во многих моментах смысл утерян, он добавил много отсебятины, иногда очень хороший, иногда не очень. Ну вот парочка примеров его перевода. Также на 40-й минуте Гранкин говорит, что это шкатулка для зубов, и коротышка туда кладет зуб, чтобы его не ограбили ночью. Шкатулка для зубов, а то еще ограбит бедного негра ночью. На самом же деле это американские дети кладут выпавшие зубы под подушку, чтобы их забрала зубная фея и вместо зуба дала денежку. Никакой феи конечно не появляется, и это просто родители ночью прокрадываются в спальню детей и вместо зуба дают денежку детям. Второе очень страшное кино повторяет некоторые моменты из первой части. Рэй также как и в первой части сует пальцы парням. Теплые, мягкие. Рэй! Эй, Рэй! Ой, извини! Синди заливают семенем. Ну и концовка тоже такая же как и в первой части. А подробнее про актеров и интересные факты об очень страшном кино, которые я здесь не упоминал, я ранее рассказывал в ролике, что стало с актерами очень страшного кино. Есть плейлист в описании и на канале, кому надо потом глянете, а мы идем далее. Сценарий к третьей части очень страшного кино получил антипремию Stinker Award, как худший сценарий для фильма, который принес более 100 миллионов. А также фильм получил награду, как самая не смешная комедия. Фильм при 78 миллионном бюджете принес только 220. Режиссером фильма был Дэвид Цукер, который еще режиссировал комедийную пародию «Аэроплан», также он режиссировал комедию с Дэнни Дэвито «Безжалостные люди», «Совершенно секретно», где впервые играл Вэлл Килмер, позже игравший в «Бэтмене навсегда», про который есть ролик на канале, кстати. Также Дэвид еще режиссировал комедию «Американской выскочкой» 2008 и прочее. Поминутно теперь разберем очень страшное кино 3. Речь про видеокассету в начале фильма – это намек на утекшую в сеть запись Игрич Памелы Андерсон и Томми Ли. Слышала про видеокассету? Там, где трахались в лодке? На восьмой минуте пародия на рекламу пива «Курс Лайт» и там в оригинале говорят не «И сиськи», а «Близняшки». «Твинс» на сленге также означают «сиськи», но все-таки переводится изначально слово как «близняшки». «Святого отца» в «Очень страшном кино 3» должен был играть изначально Джеймс Вуд, который играл «Святого отца» и во второй части. Но, видимо, с Джеймсом Вудсом не договорились насчет суммы его за роль, и «Святого отца» тут уже играл другой актер. Отец Валдун! Синди! А фраза «Я зашел пожелать удачи! Мы верим в вас!» это отсылка к пародийной комедии «Аэроплан» 80-го года, где была такая же фраза. «Я хотел пожелать вам обоим удачи! Мы все на вас рассчитываем!» Про пародийную комедию «Аэроплан» 80-го года есть, кстати, отдельный ролик на канале. Там и сравнение переводов Гаврилова и многоголоски. Кому интересно, можете глянуть в описании. На 23-й минуте дважды копировали смех за чем-то, хотя в оригинале там было просто… А сцена, когда ведущий новостей говорит лабуду, также была использована позже в фильме «Брюс всемогущий». Харрисона Форда сделали бывшим президентом США в «Очень страшном кино 3». Ранее в фильме «Разрушитель» президентом сделали Шварценеггера. Да, Шварценеггерская президентская библиотека. Мне кажется, когда-то был актером. Он что, был президентом потом? Кончается третье «Очень страшное кино» точно так же, как и предыдущие две «Кого-то сбивает машина». Третье «Очень страшное кино» пародирует фильмы «Знаки», «Матрица. Перезагрузка», «Восьмая миля», «Звонок». И в дубляже «Очень страшного кино 3» было несколько отсебятен и отличий от оригинала. Отсылку к фильму «Знаки» и фразу В дубляже перевели как На самом деле «Махни» означало, чтобы Джордж махнул битой, когда рядом будут инопланетяне. Это было в фильме «Знаки». Скажи Мэрилу «Махни битой». Мэрил, махни битой. Джордж, возьми биту, мочи, Джордж. На 34-й минуте в дубляже сказали «Родится мальчик, станет педерастом». А в оригинале там было На 52-й минуте в оригинале «Чернокожий» написал «Шарптона в президенты». Это преподобный Эл Шарптон, который был кандидатом в президенты. В дубляже тут было про Шерон Стоун. А на 57-й минуте в оригинале было упоминание про ужасно не смешной фильм «Пути Тэнк» 2001-го. А в дубляже сказали про фильм «Телохранитель» 92-го, который при 25-миллионном бюджете принес аж более 400 миллионов и номинировался на «Оскар» за музыку, но также номинировался на «Золотую малину» за худшую песню как худший фильм и худший сценарий. Просто в России никто не знает про фильм «Пути Тэнк», и поэтому тут было про фильм «Телохранитель». «Мы устроим Пути Тэнгу мировую премьеру». Третья часть «Очень страшного кино» есть аж в трёх версиях. Театральная идёт час 13, «Unrated», то есть без цензуры, идёт час 25, а «Любительская» расширенная, составленная из удалённых и альтернативных концовок, идёт час 35. Итого из «Театралки» удалено было аж 20 минут примерно. «Unrated» версия и «Расширенная» имеют название «Очень страшное кино 3,5», а не просто «3». В «Расширенной» версии было, где персонаж Дженни Маккарти говорила «В расширенной версии, которая составлена из удалённых сцен и альтернативных концовок, было несколько интересных приколов и моментов. «Что ты делаешь, когда боишься?» «Насру штаны». Ближе к концу начинается альтернативная концовка. В ней оказывается, что Коди Синди считала своим ребёнком, но его в реальности не существует. И у Синди шизофрения, и Коди только у неё в голове. «Я лечу Синди от параноидальной шизофрении». Также у пришельцев в альтернативной концовке были более злые морды и костюмы, и они были злыми. Ещё была дурацкая пародия на фильм «Халк», пародия на «Матрицу перезагрузку» и бой с кучей агентов. А в трейлере «Очень страшного кино 3» можно было увидеть альтернативное представление Орфеуса. Расскажу, Децл, об актёрах «Очень страшного кино 3». Чарли Шин, который в этой части «Страшного кино» играл заметную роль, сыграл в одной сцене вместе со своей тогдашней женой, Денис Ричардс. «Никакого секса». Чарли известен тем, что многократно занимался сексом с проститутками, и Денис развелась с ним. А позже Денис призналась, что много лет была любительницей девочек или зала известной актрисе. Но кому именно, она не сказала. А бывший VJ MTV Саймон Рекс играл Джорджев в «Очень страшном кино 3». До этого он снимался в подобной пародийной комедии «Но очень страшное кино 2000», которое в оригинале называется «Кричи, если ты знаешь, что я сделал в прошлую пятницу 13». «Тебе хватит». «Почему?» «У тебя не останется места для пива». В последующем Саймон еще снимался в нескольких пародийных комедиях, и помимо кино он еще реальный рэпер, и выступает и читает под именем Dirt Nasty. «Дирт Nasty». Также он появился в клипе LMV «Sexy and I Know It». А до своей кинокарьеры он снимался в фильмах для взрослых, для любителей мальчиков, где наяривал свой стручок на камеру, но не прогибался для засадочки. Фото его елбаса есть в интернете. «Помнишь учительницу мисс Брэнду?» «Да». «Ее убили!» У Саймона Рекса есть YouTube канал, активный, он его ведет, также он до сих пор снимается в комедиях. А про Чарли Шина, который играл заметную роль в «Очень страшном кино 3», я подробнее рассказывал в ролике про горячие головы. Ссылка на эту комедию и ролик есть в описании. В третьем «Очень страшном кино» появилось еще много рэперов. Рэпер Фэт Джо, Мэтт Мэн, Джарул, Редман, Риза и прочие. А недовольный мужик это Саймон Коул, ведущий шоу «Американ Айдол», где любители поют и им ставят оценки, нравится, не нравится. Подобное шоу есть и на отечественном ТВ, называется вроде «Голос» или какое-то прочее говно, не знаю, не смотрю. А маленькую Табиту в «Очень страшном кино 3» в удаленной сцене играла Дебби Ли Каррингтон, умершая в 2018. Она известна ролью дюймовочки в фильме «Вспомнить все 90-го». При бюджете в 40 миллионов «Очень страшное кино 4» принесла около 170 и номинировалась на антипремию «Стинкер Аворд» как худшее продолжение. Анна Феррис получила за роль 1 миллион и, как всегда, после провала фильма сказала, что играла только ради денег. Четвертое «Очень страшное кино» пародирует ужастики «Пила», драма «Голубую горбатую гору», ужастик «Проклятие», «Война миров», а в конце была пародия на Тома Круза и его поведение на шоу «Опры». Упомяну, где и что еще пародировало «Очень страшное кино 4». Сцена падения на шею – это пародия на фильм «Малышка на миллион». Но также точно такая же сцена была ранее в фильме «Что скрывает ложь» 2000-го. А за несмешной момент, когда собака горит, создатели извинялись. В третьей части «Очень страшного кино» загорелого помощника президента играл рэпер Джарул, он же Джеффри Аткинс. А теперь тут другой актер его играет. Видимо, Джарул либо был занят, либо просто запросил больше денег за роль и ему отказали. Однако в четвертую часть вернули умершую в третьей части Бренду, которую играла Реджина Холл. «Я думала, ты умерла». На 47-й минуте фраза «Аркелли, не писай на меня». Это отсылка к скандалу по поводу певца Аркелли, который после концерта взял одну из своих поклонниц за кулисы и там на нее надул. Девочке было 13 лет. Аркелли признался в этом спустя годы. Есть видео, где он признается в этом. Только там он стал отмазываться, что типа уснул пьяный и просто описался в постели, а рядом была она. Короче, просто тут все понятно. Он надул на поклонницу за кулисами, а она настучала мамаши. А мамаша стала требовать с Аркелли денег. В доме Аркелли были найдены видеозаписи, где предположительно Аркелли занимается взрослым делом с маленькими девочками. Но Аркелли говорит, что на видео это не он, а семья той девочки, на которую надул Аркелли, также отмалчивается. Возможно, ее запугали, возможно, деньги просто дали, возможно, все вместе. И семья той девочки не сотрудничает с полицией, не дает никаких показаний. Про это дело есть очень много видео и фото в интернете. Кому интересно, гляньте. Все источники, по-моему, на английском. Если понимаете, разберитесь в этих штучках. Ну и ситуация про Аркелли также еще упоминалась в комедии «Солдаты неудач» 2008-го. Да ни на кого я не ссал, брат, не ссал я на нее. Она прошла мимо, когда я ссал. Также еще Брэнда в «Очень страшном кино» сказала фразу из песни «Black Eyed Peas» «My Humps», которую в дубляже перевели как «Ох, вы сиски мои!» Четвертое «Очень страшное кино» есть в «Unrated», то есть бесцензурной версии, в которой есть больше взрослых приколов и интересных моментов. На 28-й минуте Синди в «Очень страшном кино» просит, чтобы ей рассказали потом, что означает ее прозвище. Это отсылка и пародия на фильм «Малышка на миллион», где главную героиню называли «Мокушла». Что значит «Мокушла»? Моя бесценная, моя плоть и кровь. А в «Очень страшном кино» тут главную героиню зовут Дёди Сенчес. Что такое объяснять не буду, это из разряда «Гадкая мерзость», просто наберите это в интернете и сами почитайте. Готово! Ну и еще в «Очень страшном кино» было много удаленных и расширенных сцен, все они есть в расширенной версии, кто пропустил гляньте, там ничего такого особого прям офигительного нету, но если вы любитель и поклонник и киноман, то гляньте, будет интересно. Дойка франшизы «Очень страшного кино» закончилась в 2013, когда вышла пятая часть фильма. Принесла она уже при 20-ти миллионном бюджете около 80-ти. И считается, что это довольно-таки маловато для студии, которая рассчитывала на большую сумму. Эй, мы не лижем свои яйца в этом доме! Прости, больше не повторится. Заработала пятая часть меньше, чем предыдущая и номинировалась на «Золотую малину» как худшее продолжение. Я такая голодная! Режиссером пятого «Очень страшного кино» был Мальком Ли, который еще режиссировал чернокожие фильмы под названием «Шафер» 99-го, «Прикмахерская 3» 2016-го с «Айз Кьюбом», а также он режиссирует продолжение «Космического джема», а именно вторую часть, которая должна выйти в 2021 году. Отдаст съемками к «Очень страшному кино» и дополнительными сценами занимался Дэвид Цукер. Анны Феррис в «Очень страшном кино» тут нет, возможно, она запросила больше денег за роль, а возможно, в это время она была беременна и не хотела лишний раз нагружать себя. Поэтому фильм «Очень страшное кино 5» привлекали Чарли Шином и Линдси Лохан, которые есть только в начале фильма и в сцене после титров. Круто! Ты был за рулем. Основателям «Очень страшного кино», а именно Марлону Уайнсу и Шону Уайнсу, было предложено сняться в фильме, но они отказались. Дэд, ну вот что это такое? Мой пенис. Ориджина Холл запросила слишком много денег за роль, ей отказали. Крис Эллиот, игравший во второй и третьей части «Очень страшного кино», появился и в пятой части, но его сцену полностью вырезали. Её нет даже в анрейтед и расширенной версии. Некоторые отличия в дубляже и в оригинале были и в «Очень страшном кино 5», упомяну про парочку. На четвертой минуте в оригинале она говорит «Я заверчу тебя по всей комнате». Но там есть слово «блоу», а на сленге «блоу» означает «отсоскать». В дубляже тут вывернулись и она говорит «Хочу увидеть твой конец». На 57-м минуте в дубляже говорят «И ты ведь никто не ебал мою пи***у ни разу в жизни». А в оригинале там было про Тайгера Вудса, который вышел из её вагины. И теперь ты скажешь мне, что Тайгера Вудса не вышла из моей вагины? Тайгера показали в удалённых сценах в самом фильме «Очень страшное кино 5». В театралке его нет. Говнище и пятая часть «Очень страшное» блин. Хреновая. Говённое пятое «Очень страшное кино» идёт всего лишь 1 час 11 минут примерно. А дальше неудубли и удалёнки примерно аж на 10 минут. Пятая часть «Очень страшного кино» пародирует фильмы «Чёрный лебец» 2010-го, «Ужастик. Мама» 2013-го, фильм «Начало» 2010-го же. Это хорошее начало. Хватит мучить мою родильную трубу! А также в «Очень страшное кино 5» была пародия на ещё не вышедший фильм «50 оттенков серого», который вышел только спустя 2 года в 2015-м. А «Очень страшное кино 5» вышло в 2013-м и уже сделало пародию на этот фильм. Тогда, видимо, пародировали только успешную книгу. Либо создатели в тот момент знали, что будут или уже шли съёмки фильма «50 оттенков». И создатели «Очень страшного кино» ещё тогда опередили хайп на «50 оттенков». Конечно же, как всегда, «Очень страшное кино 5» есть также в «Онрейтед», то есть бесцензурной версии, в которой есть расширенные сцены, некоторые взрослые приколы и парочка моментов там всё-таки интересных есть. Небольшую роль в «Очень страшном кино 5» играл Тайлер Поузи, игравший позже в фильме «Правда или действие» 2015-го. В «Очень страшном кино» он играл в пародии на фильм «Зловещие мертвецы» «Чёрная книга» 2013-го. Про комедии есть плейлист в описании и также на канале, можете поискать, кому интересно. Про комедии уже достаточно дофига я сделал роликов. Хочу сказать спасибо за постоянную поддержку на сервисе Patreon. Меня Илову Сергею, Сергею Чернову, Серёге Шелесту, Иву Вьес и Кириллу Кусанаги, а также тем, кто также есть ещё на сервисе Patreon. И также спасибо всем спонсорам на YouTube. Спасибо, ребят, и патроны, и спонсоры. Спасибо, что поддерживаете всегда уже очень много месяцев. А ну, продолжить очень страшное кино. Братья Майдзе решили после того, как им предложили сразу праздновать. Кали-бали. Диль-диль.